В ПТП Ярославля пополнение. 10 автобусов большой вместимости доставили из Москвы на безвозмездной основе в рамках сотрудничества со столичным правительством. Машинам по 8 лет, однако, они в хорошем состоянии, свой ресурс не выработали. Диана Милорадова узнала, на какие маршруты выйдут презенты от Золотоглавой. Несколько дней назад этот автобус курсировал по дорогам Москвы. Теперь под номером 8 маршрута он перевозит ярославцев. В салоне 20 посадочных мест. Общая вместимость свыше сотни человек. Предусмотрены аппарели. Устройство для людей в адмалитных колясках. Чтобы пассажирам было удобнее заходить, водитель может наклонить автобус. Эти автобусы более функциональны, уже с кондиционированием. Система воздуха совершенно другая уже. То есть я могу из кабины опустить, поднять, наклонить автобус. То есть намного уже получше они много. По приезде автобусы прошли техническую проверку. Изношенные части отремонтировали. Сейчас обновление ожидают две оставшиеся машины. В этом цеху новые автобусы проходят техническое обслуживание. Перед выходом на рейсы их отремонтируют и покрасят фирменные цвета. Одна половина привезенных автобусов газомоторные. Подобные по ярославским дорогам ранее не ездили. Обслуживаться будут на двух заправках. Другая половина – дизельные. Данные автобусы полностью технически исправны. Там стоят мановские двигатели, ЗФ-ные мосты, коробка автомат. Также есть кондиционер, климат-контроль, система пожаротушения. Соответственно, видите, цифровое табло и внутри, и снаружи. Хорошие полноценные автобусы, на которых мы еще поработаем, я думаю, что не меньше 5-8 лет. Большая часть автобусов вышла на линии. Они пополнили численность имеющегося подвижного состава по ТП-1. В основном машины курсируют по маршрутам 4-8-13-33 автобусов, где высокий пассажиропоток. Однако в дальнейшем их, возможно, перераспределят с учетом потребности. Такие маршруты у нас по ТП-1 есть. Это маршруты, которые проходят по магистральным участкам через несколько районов города. У нас, в общем-то, достаточно большое количество маршрутов, где в пиковые часы нагрузка большая и большая заполняемость. Это 33-й, это 10-й, это 11-й маршрут, это 13-й маршрут. Отмечу, это не первая передача общественного транспорта от правительства Москвы. В прошлом году на безвозмездной основе город получил 20 трамваев. Диана Милорадова, Владимир Чернов, Новости города.